Всем доброго дня, мои дорогие зрители. Что, наконец-то начался наш поход шестидневный на выжившего. Наконец-то первый день исследования, сейчас будем исследовать. Смотрим, что у нас тут есть. Исследуйте, обучайте, да? Сильнейший выживший 5800. Мы уже 25 миллионов проигрываем. Ну, давайте посмотрим, сколько мы наизучаем в итоге. У нас сейчас 5800. Нам вообще надо 4 миллиона сейчас изучить. Поехали помаленьку, да? Помаленьку, понемножку. Так, что нам нужно? Нам нужно науку зайти и начать ускоряться. Использовать. Ну, для начала нам нужно вот это вот новаторство изучить. Чтобы быстрее у нас изучение проходило. Соответственно, мы все ускоряем. Ресурсов тут, конечно, сейчас уйдет очень много. Запомнили, да? Там было 5800 миллионов. Сейчас посмотрим, сколько мы сейчас наберем. Но мы тут на максимум, конечно, не собираемся. А, помощь мы уже использовали. Так. Тут поехали, нужно ускорить. Мы сейчас будем изучать вот эту первую ветку. Полностью закончим, потому что нам надо дойти до самого низа, чтобы завтра строительство шло быстрее. Увеличение скорости строительства. Ускоряем. 180 часов, как-никак. Куда-то же надо их сливать. Сейчас мы закрываем 4,5 миллиона. Так. Изучаем новаторство. Давайте посмотрим, к примеру. Давайте посмотрим, насколько изменится новаторство, да? Давайте самое первое посмотрим. То, что самое нам интересное. 23,15. Так. Смотрим. Насколько 2% повлияет на 20 минут. 22,54. Ну, в принципе, уже неплохо. Надо слишком много патронов, главное, не потратить. Так, новаторство мы закрыли. Смотрим. 22,54. Итого 40 минут. Ну, я считаю, что очень достойно. За плюс 10%. То есть, увеличение скорости сбора овощей. Ресурсов тут сейчас уйдет уйма. Отискатель древесины у него больше всех интересен. Изготовитель пуль увеличения объемов производства пуль. Насколько оно изменится, непонятно. Так, изучаем. Нажимаем помощь. Ускоряемся. Жесть, сколько. Блин, ресурсов, конечно, расходится. Ужасно много. Так, искатель древесины, поехали. То, что нам больше всего, наверное, на данный момент интересно. Увеличение производства пуль. Это что значит должно измениться? По идее, должно измениться вот эта цифра 116,8. Производство пуль. 116,8. Ну, сейчас посмотрим. Где библиотека-то наша? 116,8. Да, ресурсы-то, конечно, не сильно так требуются. А нам еще тут... О, еще он, кстати, новатор будет. Ничего себе, сколько нам тут надо изучить. Надо, кстати, пореже тыкать, если мы чуть-чуть два часа раз использовалось. Видимо, бывает так проскакивает. У меня, говорю, основной вопрос интересует, увеличится ли у нас пули. Так, изучаем. Ресурсы вообще, конечно, тут быстро изучаются, но требует, блин, вообще неимоверное количество ресурсов. Очень прям много. Так. 116,8. Ничего себе, так-то прилично. Плюс 1к, 117,6 сейчас. Сколько мы тут уже изучали? На ми полтора миллиона. Неплохо. Так, где он там? Где оно? Да блин, мне библиотека нужна. Так. 117,6. Изучаем пули, смотрим, насколько повысится. Плюс 6%. Производитель воды у меня сейчас тоже улучшится. Так, 12% до 15%, да, повысится? Ну, я думал, около 120к должно встать. Ну, это приличная сумма, но это приличная сумма, цифра. То есть, в принципе, первая табличка, она очень такая нужная, но посмотрите, сколько ресурсов тратится, чтобы ее прокачать. Очень большое количество на самом деле. То есть, оно тут все быстро, по несколько часов, но, блин, все, пули есть. Смотрим. 120. В итоге плюс 4к примерно за эту прокачку нам дали. Так, нам новаторство еще одно нужно изучить. Завершено, поехали изучать. Сразу подсказочки высказки. То есть, мы будем сейчас закрывать все полностью, вот эту линейку. Потому что она, в принципе, тут самая такая необходимая и нужная. После этого мы будем новаторством. Тут немножко осталось, на самом деле, как раз на 4 миллиона изучать. Потом мне нужно будет очередь походов, вот эту до трех человек изучить, чтобы у меня, наконец-то, они стали. А потом сразу перевязка будет доступна. Вот мы еще и перевязку изучим, чтобы выносливость быстрее на третьем отряде, в том числе прокачивалась. И вот такие вот дела. Так, давайте посмотрим, сколько в итоге мы прокачивали. Миллион 950, еще 2 миллиона. А выжившему сколько? Было 5800, стало 9700. Здесь на 4 миллиона в итоге мы уже потратились. Почему так? 300 и 200. А тут? А, ну тут потому что очков за ускорение больше, но по мощности технологий дают очень мало. Вот оно откуда вылезло. Рейтинг первое место. Как мы быстро. Нас тут сейчас обгонят только в путь вообще. То есть мы сейчас тут 2 миллиона прокачиваем, на самом деле. То есть я планирую вот эту сейчас ветку закрыть и эту ветку я закрою. У меня в принципе будет около 4 миллионов очков. Этого должно быть в принципе достаточно. Потому что тут новаторство, вон увеличение скорости. Если не, блин, единственное, что тут пули будут требоваться. Вот это меня напрягает. Это плохо. Но придется пули потратить для того, чтобы все быстрее прокачивалось. В том числе и строительство, чтобы меньше ускорений тратить. Я думаю, что по сути мне должно будет хватить среди почти по миллиону на это все требуется. А, ну давайте посмотрим, кстати, производитель воды. Еще плюс 3%, да? Минус 25,5. Мы исследуем. Минус 23,8. То есть, ну это как минимум все мои ресурсы повысит. То есть, это нужно достаточно вечно. Я считаю, что как бы не стоит ей пренебрегать. Вот. Давайте я сейчас немножко мотану вперед, чтобы вам не смотреть, как я это все изучаю. И покажу, закрыл полностью, закрою по сути эту ветку. Ну смотрите, давайте посмотрим, сколько у нас пули уходит на изготовление этого. То есть, первый раз у нас там ушло 120К. Второй раз уже 226. То есть, это уже, грубо говоря, 350К пуль. Плюсом 480 это уже будет. 408, это уже будет 750. Но это уже достаточно приличная сумма. Так, а что, помните, кстати, сколько тут было? Я уже не помню, что-то. 21,17. Насколько 4% изменят? Так, смотрим. 21,17. Становится. Тут уже почти по 40 минут. То есть, 5 по 40 это исследование у нас заменит еще около двух часов. То есть, если там было примерно по 10 минут. Ой, 5. По 20 минут. Тут по 40. То есть, 5 прокачек. Там получается 3 часа, полтора часа. И тут почти, да, 3 часа за ускорение. То есть, очень-очень сильно вырастает. То есть, вот эту вот, по идее, вкладку нужно качать самой первой. Ну, по хорошему, при хорошем раскладе для того, чтобы быстрее ускорить все. Строительство тут всего на 10, да, процентов. Тут, видите, на 20 меняется. Вот. Мы даже вот здесь можем посмотреть. А, сейчас мы не сможем, да, быстрее. Искатель воды 30. Ну, блин, это вообще не тот показатель. 39 минут. Библиотека 16 уровня. Вот это подстава. Вот это сейчас была подстава. Ну, ладно, мы хотя бы вот это мясо сможем изучить. Плюс 4 процента мы не сможем изучить. Это плохо. Но не критично, опять же, да. Давайте к этому вернемся. 16 уровня библиотека нам нужна. Еще 816 опровка. 2,5 миллиона только мы на эти вещи потратим. Многовато. Так, а тут что у нас? Искатель воды 2 уровня. Ладно, хоть тут без патронов. Искатель воды. Увеличение скорости сбора воды плюс 5 процентов. А тут сколько удалось? А, ну вот, плюс 30. Ускорить, использовать. Так, тут до 2, да, надо прокачать, чтобы там сразу, наверное... Блин, вот это, конечно... Так, увеличение скорости исследования 1,8 миллиона. Это что у нас там изменилось? Быстрый строитель 2. Тут кол-кол бы еще требуется. Ничего себе. А, ну вот, быстрый строитель доступен стал. Плюс 2 процента, да? А на чем мы можем посмотреть? А ни на чем мы не можем посмотреть особо мощно. Время-то у нас практически нигде не доступно. Ну, давайте вот на этом. 1 день 7 часов. 1 день 7 часов. Давайте сразу запустим, посмотрим. 1 день 7 часов было там. Так, смотрим, сколько тут. 1 день 7 часов 21 минуты. Сейчас не понял. 1 день 7 часов 21 минуты. Что там, прям совсем так незначительно, что ли? 1 день 7 часов 21 минуты. Так, смотрим еще раз. 1 день 7 часов 21 минуты. Ну, плюс 20 минут, в итоге минус час. За вот это вот исследование, да? За 5 уровня. То есть, ну, на самом деле-то так нехиленько. Ну, блин, ресурсов вообще просто неимоверное количество. На первую вкладку тратится вообще ужасно много. Еще новатора не могу прокачать. У меня же библиотека ставится на улучшение. Отлично. Библиотека у нас ставится. А плюс сколько она даст? Еще плюс 4 процента. Просто прекрасно. Так. А то я, наверное, тоже строители до 5 не смогу прокачать. Из-за библиотеки. Ну, на самом деле, тут ничего страшного. Это мы можем так запустить. Тут очков неплохо. 12 тысяч за... Так, ну, давайте вот за час 27, допустим, нам дадут плюс 6 тысяч. Это очень, по очкам очень выгодно, на самом деле, процедура. Единственное, блин, и патронов очень много теряю. Что теперь поделать? Один час 6 тысяч. А тут, допустим, 3 часа. А тут 3 часа ускорения 4 тысяч. То есть вот это, на самом деле, самое еще и выгодное вкладка для прокачки. Оп. Так, тут же я все закрыл. Договорю на максимум выкачать вот эту вкладку. Чтобы уже потом к ней не возвращаться. То есть вот, смотрите, с третьего на четвертый я получаю 6 тысяч за час 26 всего. О, тут спокойно, кстати, прокачается, да? 6 тысяч за час 20. А тут за 3, 28. 6 тысяч. То есть мне здесь на 20 часа больше ускорения придется потратить. Я получу столько же очков за улучшение, сколько здесь. Так, используем. Новатор 2, 5 уровня. А, я еще и не смогу. Все-таки придется завтрашнего дня ждать. И только потом я смогу закрыть вот эти вот 4 оставшиеся штуки. В том числе и строитель. Ну, так-то их можно не закрывать, а ставить до следующего. Которые я на шестой день хочу использовать. Все. Тут тоже библиотека 16 уровня. Искатель воды. Еще патронов 816. Еще по 1 600 000 придется потратить. Блин. Вообще невыгодная тема. Итого. Мы закрыли половину ветки. Получили как раз-таки 4 миллиона. А здесь мы сколько получили? Было 5 800. Стало 13 950. То есть... 13 минус 5. Это 8 миллионов. То есть там мы получили 4 миллиона. Здесь мы получили 8 миллионов. Ну, неплохо. Мы на 8 место поднялись. Смотрите. 13 950 теперь у нас. Мы, в принципе, молодцы. Все. Забираем. 3 штуки. 400 К. 1 400 патронов. Мы еще забрали. Все. Получает. Меня уже тут обогнали. Прикиньте, у кого-то 4,2 миллиона. Жесть. Народ просто пошел в прокачку. Все. Теперь мы, получается, будем вот это ждать. Стройте, исследуйте, убивайте. Здесь тоже на 4 миллиона сейчас мы обкачаем. То есть тут 4 миллиона, тут 4 миллиона. Больше мы не будем тратиться. Здесь у нас получилось сколько? 120 часов около. Так. Ускорение. У нас было около что-то 180, по-моему, часов. И здесь около 4 400. То есть мы потратили здесь 1700, это 30 часов. И тут около 50 часов. Итого мы потратили. Но эта ветка очень дешевая в плане времени. Около 80 часов мы сюда потратили. Я думаю, мы еще сейчас около 100 часов сольем на то, чтобы ну вот здесь же прокачаться. То есть вот в испытании выжившего. Точнее вот здесь вот в стройте, исследуйте, убивайте, чтобы здесь еще прокачаться. 4 миллиона. Я думаю, что мы там еще неплохо так сольем очков. Оп. Все здесь забрали. Здесь постоянно прокачку. Это, конечно, все круто. Но, блин, это очень-очень дорого. Вот какие-то тыквы тут. Вот тыквы, что ли, на 16-е сходить. А мы вот двери, кстати, закрывали сегодня. Мне кажется, что ничего не закрывали. Можно вот 200 часов приобрести за 4 690. И все. И будет все прекрасно. Это примерно столько же, сколько у меня сейчас было. Так тут еще и ресурсов дадут. Ну, ресурсов что-то я прям прилично потратил. 85. У меня было вот здесь около 100 миллионов. 25 миллионов. Я где-то, да, тут было 110. Короче, в общем, около 25 миллионов воды. И помидор я потратил. Дерево тоже прилично. Мясо тоже у меня, кстати, под сотку почти, по-моему, было. То есть, ну, около 25 миллионов вода помидоры. И этих тоже, наверное, порядка 25 миллионов, чтобы закачать вот эту вот первую вкладку. Но там сами видели, блин, просто на плюс 4 часа ускорения исследования, особенно таких крупных. Это прям вот в первую очередь, чтобы потом было дешевле прокачивать. Считаю, 4 часа, блин, на дорогие исследования. Причем, ну, как дорогие? Я бы не сказал, что они мега дорогие, да? То есть, мы еще посмотрели-то, в принципе, самый дешевый, ну, по времени, да? То есть, где даже суток нету. А там потом исследования будут там по полтора, по два часа. Ой, по полтора, по два дня. То есть, ну, нужная вещь. 3 миллиона, блин, тратить на вот эту атаку бойцов, она, по идее, нужна. Ну, блин, мне сейчас потом нужно, чтобы прокачать за 19 левел. Вот эту ветку я быстрее всего буду прокачивать. На шестой день, когда я уже увижу после второго и третьего дня, что мне хватает на Т-7 войска. То есть, тогда, до этого мне нужно сейчас построить будет Т-7. У меня до этого в приоритете. А потом уже будем вот эту вот ветку раскачивать. То есть, пока я ее трогать... Ну, кстати, ну, вот, нет, скорость у меня, она вообще ни к чему здесь. Защиту всадников, наверное, здесь... Хотя, зачем мне всадники на первом отряде? Мне эта ветка нужна для ПВП, по сути. Хотя, может быть, и прокачаем. Все, ладно. Это еще не конечная запись. Я чуть попозже выложу, когда уже второе сделаем исследование. Посмотрим, сколько мы там часов потратим. То есть, мы получили 8 миллионов. Если мы сейчас еще раз прокачаемся там на 4 миллиона, то здесь еще будет плюс 8, но у меня будет 21. То я не так сильно буду отставать. Но посмотрим, насколько вот этот вот King Galax сейчас улетит вперед. Я думаю, что там на приличную такую вот цифру он улетит. Что я замучаюсь его догонять. Сейчас мне нужно будет исследование на 8 часов какое-нибудь поставить. Так что пошел я искать какое-нибудь себе исследование. А вы ждите. Смотрите, какое вообще мое видение в прокачке вообще библиотеки. То есть, изначально мы прокачиваем. Что нам нужно? Нам вот это нужно развитие прокачать, чтобы максимально собирать. Во-первых, ресурсов. Во-вторых, максимально, чтобы у нас сократились исследования. Потому что вы сами увидели, на 4 часа я сократил исследование. После этого базовое сражение, в принципе, до вот этого места можно прокачать. До того, чтобы красть пули. Дом, дополнительная больница. Ну, тому, кому нужно, давайте делать обязательно вторую очередь, чтобы было 3 человека. И третью очередь, чтобы делать 3 человека. Соответственно, на 18 уровне открывается очередь похода в 4. То есть, они навряд ли нам дадут прокачать до 2 человек. То есть, нам нужна будет библиотека в 18. Поэтому мы оставим с одним человеком для того, чтобы просто ходить на всяких вудбери. Там получать с этого ресурсов. Либо на покинутых. Либо чисто вот 4 отряд для этого. Либо там каких-нибудь событий собирать. То есть, мы его на сборы пока не будем трогать. То есть, его мы трогать не будем. Третью колонку можно опытный искатель грузоподъемности еще будет здесь выкачать. Потому что патроны не требуются. А часы с Ильем как раз-таки сколько там? Ну, мало, конечно, очков. По 10 тысяч очков за 9 часов исследований. Когда я там за полтора часа 6 тысяч очков получал. Но быстрее всего вот эту колонку я тоже третью закрою. Закрываем, соответственно, здесь. Делаем команду из 3 человек. Дорогая, конечно, на 3 миллиона. Но мы ее сделаем. И перевязку до того момента, пока не потребуются патроны. Это быстрее всего второй-третью уровень прокачки. Во втором здесь мы тоже сейчас опытный искатель грузоподъемности прокачаем. Чтобы максимально ресурсов собирать. Кстати, вот эту защиту мы, наверное, тоже сейчас прокачаем, чтобы потратить. Починку мы пока трогать не будем. Потому что тут тоже патроны. Хоть она, по идее, и нужна. Но, возможно, потрачу. Я подумаю. Блин, у меня патронов просто не хватит на то, чтобы Т-7 построить. Меня вот это напрягает. Ну и, соответственно, вот это я пока тоже... Ну, хотя так-то... А что тут надо? Лошадиная сила третьего уровня. Ну, кстати, да, наверное, я сейчас прокачаю, чтобы было идеальное отступление. И начну вот эти понемножку выкачивать. Ну и, соответственно, на максимум нужно прокачать это первый отряд. То есть первый отряд нужно закрывать вообще на максимум все вот эти колонки. Ну и, соответственно, уже потом начинать вот это обучение. Я буду обучение бойцов прокачивать. Потому что у меня химия направлена именно на бойцов. То есть снайперов я трогать не буду. Верховую езду я тоже трогать не буду. Хотя здесь уже требуются патроны. Но до пятого уровня я прокачаю. Потому что здесь патроны уже не требуются. Ресурсов не так много. Тут в основном уже нужны колбы. Но это очень-очень эффективная вещь. Я на предыдущем у кванте заметил. Увеличение атаки бойцов при защите города. То есть когда на вас нападают, у вас гораздо выше и защита, соответственно, и здоровье. Ой, атака и защита, а тут еще и здоровье. Тут тоже без патронов. Сколько у нас колб? Ну вот 986. Я достаточно неплохо успею прокачаться. Потому что 128 часов, я думаю, что у меня есть где разгуляться. Я вот, кстати, вот этот вот вариант и просматриваю. То есть хотел одно рассказать. По факту рассказал другое. То есть я еще раз говорю. В первую очередь мы раскачиваем развитие. Первый отряд для вас важен. Во втором и в третьем отряде для вас важно, чтобы сделать было три человека, чтобы они максимально собирали ресурсы и чтобы максимально получали опыт. То есть это вот, я считаю, в приоритете должно быть. А выкачивать даже во втором отряде защиту и атаку. Но это если вы хороший донатер, тогда есть смысл. Если нет, то сосредоточьтесь на первом отряде, потому что у вас первый отряд будет участвовать при всех защитах. Второй отряд у вас так как дополнение, он чисто ходит, собирает опыт. Поэтому упарываться здесь не надо. Лучше вот сюда вот влейте максимально исследование. В базовое сражение можете влить, но тоже опять же до расширения больницы. Вот тут упарываться, качать расширение больницы вообще не вижу никакого смысла. Дороговатое удовольствие. Лучше сами больницы пока прокачать. То есть вот у вас приоритет должен быть развитие и первый отряд. Второй, третий отряд, еще раз повторюсь, для опыта. Ну что, встали мы по полпятого утра. Надо в этот раз умудриться не лохануться. Сначала будем заканчивать арену. Две четыреста пятьдесят шесть. Мы решили докупить пять штук, чтобы... пройти специально. Чтобы залететь на арену с две пятьсот очков. Потому что там будут уже давать золотые медальки. Я хочу специально попасть. Так, нам здесь нужен Дракангел. Либо Рус. Вот Рус был, я его пропустил. Вот Дракангел. Так, есть Победа. Плюс тринадцать очков. Плюс двенадцать. Так, это не тот Дракангел. Вот, набираем очки. Вот, двенадцать четыреста девяносто два. Так, там Рус был. Так, где Дракангел? Так, четыре. И еще одна мне Победа нужна. Дракангел. В смысле? О, как раз. Все, пятая победа. Сколько очков? Две пятьсот тренадцать. Сейчас нужно скинуть. Блин, прикиньте, одна очка не хватило до десятого места. Ну ладно, это не суть. Так. Нам надо исследовать и убивать. Двадцать две минуты у нас. Что у нас сильнейшего? Шестьдесят два миллиона. Оторвался. Шесть. Ну, поехали исследовать. Прокачивать, что делать-то. Так. Нам нужно исследование прокачать. Поехали. Так, смотрим. Давайте успеем посмотреть. Сильнейший выживший. Двадцать один пятьсот двадцать один. Здесь нам нужно успеть набрать четыре миллиона. Четыре миллиона это... Это нет. Так, у нас сейчас сто семьдесят три очка. Время у нас двадцать минут. По сильнейшему выжившему. Шесть. Поехали. Быстро все делаем. Семь тридцать два. По помощи ускорить. Пять. Чтобы меньше смене сморошилось. Здесь тридцать четыре. Команда из трех человек. Два дня. Восемь часов. Шесть. Тридцать часов. Пятьдесят с лишним часов. Так, команда из трех человек есть. Перевязка. Сразу восьмидесятого уровня. Супер. Так, ладно. Тогда будем вот этот закрывать. Я вам нужен уже сразу. Влететь куда-то сразу. Боже. Три двести девяносто четыре миллиона. Мне кажется, меньше гораздо времени потребуется. Так, давайте грузоподъемность изучаем. Так. Мы теперь, походу, в третью закончили. Вторая. Один и шесть миллионов. Чтобы на втором отряде быстрее восстанавливалась футболная слость. Так, два пятьдесят шесть. Можно ускориться. В принципе, недорого. Для чего мы это выкачиваем? Вот эту именно. Для того, чтобы открыть идеальное наступление. И можно было бы начать выкачивать вот эти вот нижние штуки. Пятнадцать часов. Для этого можно вернуть. Хотя это такая не особо нужная вещь. Во-первых, уже есть, по идее. Так, давайте мы посмотрим, во-первых, вообще, сколько у нас тут. А, ну мы, в принципе, его и так закрыли. Три девятьсот восемьдесят шесть. Мы даже первый отряд, прикиньте, не тронули. Это вообще жесть какая-то. Это очень-очень плохо. Здесь, походу, два идеального отступления. Десять часов починку мы не тронули. Это плохо. Так, грузоподъемность мы скачали. Все, ну здесь мы тогда не будем ничего трогать. Команда ТА-3 осуществляет сбор на двадцать процентов быстрее. Ну вот это вот еще, кстати, можно было бы выкачать. Чтобы они у нас собирали быстрее. Ладно, не суть. Давайте вот это вот выкачаем штуку. Она недорогая. И в то же время нужно двадцать-три часа, но еще остальное, а потом я думаю. Итог. Испытание вышившего мы закрыли за пять минут за счет того, что сто часов просто потратили на третий отряд. Чтобы у нас там три человека было. Шесть. Это же надо. Снова, что так заранее бы это все сделал. Все, четыре миллиона. Мы пятый. Три-пять. Это нас может обогнать. Давайте мы немножко еще добьем. Тогда еще немножко исследуем. Мы добьем, к примеру, первый отряд. Или второй. А что нам тут нужно? Идеальное отступление на пятнадцать часов. Самой скачается. Хотел стойкости выкачать немножко. Коэффициент потерь. А по городам. По идее, нужная вещь. По идее, нам бы первый отряд еще не помешало прокачать. Так, давайте снайперов мы тут увеличим. Еще восемь часов. Ну, это, конечно, просто там на два дня увеличение до трех человек третьего отряда было дороговато. Спорный вопрос на самом деле. Нужно ли оно было просто для того, чтобы на двадцать тысяч опыта больше получать и потратил там двадцать пять дней. По идее, наверное, надо было лучше бы в первый отряд ложиться. Слава богу, ускорения у нас еще имеются. Так, сколько мы там насобирали в итоге? Четыре с половиной миллиона. Ну, нормально. Вот и вон с двадцать два миллиона. Как мы с ним бороться будем вообще пока непонятно. Так, тут мы седьмые. Надо вот этого киндома обогнать. Как мы его можем обогнать? Мы его, соответственно, можем обогнать. Еще вкачать, да? Давайте еще что-нибудь вкачаем. В принципе, первый отряд нужен был. Сдеваем 11 часов. Нажимаем помощь. Нажимаем ускорить. Все, у меня, в принципе, ускорение тоже закончилось. Тут еще 12 часов. Там что-то я на втором хотел прокачать отряде. Идеально тут. Подожди. Сильнейший выживший. Седьмое, шестое место. Есть разница. Только с пятым разница есть. От пятого, но чернок. Поэтому мы, наверное, просто вот так вот оставим. Да уж. Капец. Нужен ли нам был этот третий отряд? Два дня закрыл, блин. Жесть, конечно. Походу, второй отряд мы хотя бы на максимум закрыли. С первым. Это вообще не тронули. Кучи не ближних бойцов тоже не тронули. А потратили, блин. Жесть, как много. Так, дуэль. 2-513. У нас пока все в топе. Тут остается 8 рублей. Это самое главное. Все, мы основу сделали. 7-6 мы залетели. Жесть, конечно. 62 миллиона. Сколько мы будем? 35 миллионов мы проигрываем первым. Жесть. Трифанец вообще гикий. Ну, ладно. Как есть, так есть. Вот мы и закончили, скажем так, вторую часть. Блин, ну я реально, я почти все потратил. Меня же самого это напрягает. Что почти все было потрачено просто в третий отряд. Там почти 60, сколько-то там, часов. Чтобы у меня третий отряд стал. На. Закрылся человек. Еще раз хочу посмотреть. Ну-ка. Команда из трех человек. Жесть. Не надо ли оно мне было так дорого? Так, здесь единственное, что мне нужно будет эту перевязку выкачать. И все. Для того, чтобы быстрее восстанавливалась. А команда из трех человек, кстати, да, для перевязки же нужна. Совсем забыл. Шестьдесят два миллиона. Семьдесят шесть. Пятьдесят три. Нормально. Еще у меня вопрос, сколько у меня обычных ускорений. А, ну вот еще 42 часа. Это все, наверное, настройка уйдет. В исследовании я не тороплюсь. В исследовании мне теперь нужно только базовое снаряжение. Вот эти три штуки докачать. И очередь похода в первую начать качать. Это будет наше спадение, если останутся патроны. Патроны. Я вот эти позакрываю, отдавил. Нужные вещи. Вот. Все. В принципе, всем спасибо за просмотр. Мне обидно, что я не добрал одно очко до вот этого low-risk. Потому что награда-то вот здесь стоится шесть-десять. Ну, тут незначительная. Даже за них париться не буду. Все. Всем спасибо за просмотр видео. Ждем новый день. Всем пока-пока. Надеюсь, всем было понятно, для чего в дуэлях я сделал. Докупил за 300 рублей. Пять штук для того, чтобы залететь в 2500. Рейтинг, да? То есть мы залетаем сейчас в рейтинг 2500. И чтобы на следующей неделе у нас была возможность побиться вот за вот этот ранг 11-20 и получить хотя бы одну золотую наковалинку. Потому что, видите, на этой неделе мы вот в этот рейтинг влетаем. А на следующей неделе мы начнем сразу с этого золотого рейтинга. Вот для этого я докупил, чтобы у меня стало 2513 очков. Вот какой я смышленый. Ну, это чисто так для теста, а не для забавы ради.